Всем привет! В этом видео я хочу зачитать песню, либо её напеть. И я бы не хотела столкнуться с хулиганами и хамами, поэтому я не показываю своего лица. Перед камерами я не снимаюсь, у меня нет такой привычки, я не привыкшая к этому, поэтому я не показываю своего лица. То есть для начала нужно поработать над именем канала, чтобы тебя приняли, а потом уже и не стесняться. То есть не стесняться показывать себя, не стесняться самого себя. Это не говорит о том, что в жизни я стесняюсь саму себя, просто перед камерами я не хочу. Поэтому я не показываю лица. Я просто очень долго думала на эту тему и пришла к тому, что я просто не буду снимать своё лицо. То есть я буду находиться перед камерой, но не буду снимать своё лицо. То есть кому-то я понравлюсь внешне, кому-то я не понравлюсь внешне. Зачем проходиться по моей внешности? То есть у нас много мужчин, которые вообще за языком не следят. Да и женщин тоже. То есть какой бы красивой женщины ни была, она может столкнуться с хамами. Поэтому поймите, пожалуйста, меня правильно. И примите меня. Я зачитаю свою песню или напою её. Сразу скажу, я не профессионал, я просто любитель. Мне за это Оскара не надо. Я просто делюсь своим хобби, своим... Тем, что я... К творчеству меня тянет. Вот. Если вам понравится, ставьте лайки. Если вам не понравится, ставьте дизлайки. Если вы профессионал, в этом деле пишите советы. Я только за. Так вот. Даже не знаю, зачитать или напеть. Но я и то, и то буду стараться делать. Первый куплет. Зачем прощаешь ты, предатель, опять? Ведь рядом не был он, когда ты погибала. Напротив он глумился над твоей душой. В ответ, рыдая, ты искала оправданья. И возвращая снова-снова мысли с ним, Имела тело, не трезвела голова. Из сердца в кровь растоптана душа. Молилась каждый вечер об одном. Вернись, люблю, скучаю, уповаю. Твои молитвы не одобрил Бог. Он не судьба, он так и не пришел. Забудь, беги от мыслей его, ты отпусти. Не нужен он, не спас от гибели. Тебя он не достоин. А ты шла до конца, ведь ты его ждала. Он ничего не понял. Ты сердце без остатка отдала. Он посмеялся, принял за игру. Не слышал крик из раненого зверя. Тут, наверное, выкрик какой-то должен быть. Но ты его прости. И счастья пожелай. Другой его отдай. Второй куплет я писала позже, поэтому он от первого лица. И он действительно, правда, так было по-настоящему. Я просто взяла и разбила чашку и бокал. Не буду объяснять, что он значил для меня, бокал, и что значила для меня чашка. Но это то, что действительно важно было для меня. Я разбиваю чашку и бокал бруском тяжелым. Я забываю всю любовь с того момента, как было счастье мирно пополам. Делила время его уж не вернуть. Ты моя ошибка. Я тебя стираю. Осколки сброшены в утиль. Любовь убита. Уходи. Тебя нет в памяти с сегодняшнего дня. Когда я разбивала чашку и бокал. Я не стала переделывать, чтобы было созвучней, чтобы было ритмичней. Я как рука написала, как было по-настоящему, так я и оставила. Просто это нужно как-то раскрасить, что ли. Или мотив. Мотив всегда преображает. Или музыка. Музыка может преобразить настолько, что твои слова покажутся просто божественные. Но я старалась. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И следите за моим порывом души. Не судите строго. Хамы и хулиганы. Смотрите, пожалуйста, хамские, хулиганские видео, где развлечения, где всякий юмор, пошлый, не пошлый. И, пожалуйста, не пишите, что мне нужно показать, что мне нужно сделать. Я про озабоченную аудиторию. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Ну, к таким людям нет смысла обращаться. Я сразу скажу, что я таких людей просто не буду замечать. Вы посмотрели. Идите дальше. Удачи вам, любви и терпения. Всё. Пока. Пока. Знакомые слова, да? Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok